С итогами деятельности местных правоохранительных органов депутатов ознакомил Вячеслав Савкин. Он отметил, что раскрываемость преступлений в районе чуть ниже среднеобластных показателей. Вместе с тем, есть и ряд позитивных моментов. Положительным моментом следует отметить увеличение раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений с 574 в 2014 году до 6031 в 2015 году. Процент раскрываемости по особо тяжким преступлениям составил 44%, что на 11% выше показателей прошлого года. Тяжких 39%, а также выше прошлого года грабежей 58,5%, аналогичный период прошлого года 53%, разбоев 68%, что на 18% больше. Также к успехам полиции можно отнести успешную борьбу с организованной и этнопреступностью, противодействие экстремизму и экономическим правонарушениям. Депутаты одобрили результаты деятельности Одинцовских полицейских. Блок вопросов, связанных с районным бюджетом, представляла руководитель финансово-казначейского управления Раиса Анашкина. В результате уточнения бюджетные доходы в 2016 году были серьезно увеличены. Предлагаемое к рассмотрению уточнение бюджета района предусматривает увеличение доходной части бюджета района на 201,7 миллионов рублей. В том числе субсидии из бюджета Московской области увеличены на 64,9 миллионов рублей. Впрочем, одновременно с увеличением доходов на 380 миллионов рублей увеличились и расходы бюджета, связанные с муниципальной жилищной программой, образованием, спортом и местным самоуправлением. Комплекс вопросов, связанных с муниципальным имуществом, озвучил председатель профильного комитета Денис Гинтов. А об упорядочивании подхода к размещению и оформлению рекламных конструкций доложил заместитель руководителя администрации Александр Тесли. Если вопросов нет, то данная работа нами проводится системно. В еженедельном режиме мы пытаемся что-то где-то ужать, сделать более строгий регламент, навязать какую-то единую философию и по фасадам, и по рекламным конструкциям. Поэтому это не какое-то спонтанное решение, вынесенное на сессию, а наша системная ежедневная работа. В ходе сессии депутаты согласовали кандидатуры пяти новых членов Общественной палаты района. Значимым моментом совета стала передача Андрею Иванову медали генерала армии Комаровского, присваиваемой Министерством обороны России за вклад в обустройство вооруженных сил. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!